Во-первых, самое главное, ему будет не так легко проводить свою внешнюю политику, поскольку Конгресс, хотя является республиканским, но он довольно проэстеблишментски настроен, проолигархически, можно сказать. И Трамп, который шел на программе резко антиэстеблишментской, ему будет очень трудно взаимодействовать с Конгрессом. Я думаю, что фактически, может быть, даже там уже решили начинать импичмент против него. Поэтому ему придется очень много внимания уделять на борьбу с Конгрессом. Во-вторых, это, кстати, неплохо для России, если он будет больше заниматься внутренними делами и не внешними. А вторая хорошая вещь для России, он, по всей видимости, возьмет под свой контроль ЦРУ и Пентагон. У нас сегодня большие проблемы США, потому что Барак Обама, который слишком гражданский человек, он побаивается генералов. И слишком распустил ЦРУ и Пентагон. В результате ЦРУ и Пентагон выступают крайне агрессивной силой. Ну и плюс еще ряд каких-то таких группировок тоже. Там, в разведном управлении Министерства обороны, в Госдепартаменте типа Виктория Днуут. Ведь госпереворот в Украине и потом навязывание украинскому народу хунты, которые проводят политику государственного терроризма, это все было не Обамой придумано. Он так скорее там кивал головой, ну ладно, делайте. Делали все это ЦРУшники вместе с экстремистской частью Госдепартамента, связанной с так называемыми неоконами. И вот в Алеппо, там вообще в Сирии поддержка террористических группировок типа Джабхата Нусре тоже осуществляется не по приказу Обама, осуществляется скорее по инициативе Пентагона, он их просто распустил. Поэтому, когда новый президент будет не такой стеснительный перед генералами и возьмет их по свой контуру, это в любом случае хорошо. В-третьих, он, я думаю, что Трамп будет готов больше сотрудничать с Россией в том, что касается по Сирии. И, в частности, совместно, я думаю, что они будут там, возможно, даже совместно авиация и российско-американская будет бить по ИГИЛ и по Джабхата Нусре. Что, конечно, очень быстро придет к измене ситуации. То же самое по Асаду. Я думаю, что Трамп не будет настаивать на том, чтобы Башар Асад ушел. Тем более, честно сказать, это никак не связано, особенно с американскими интересами. Большой раз это никак ими особенно не мешает. Вот такое сотрудничество будет. Более того, возможно, будет вернется сотрудничество с ЦРУ и ПСБ по поводу вообще, так сказать, отслеживания террористов. Кроме того, Трамп известен своей антикитайской позицией. Он будет достаточно серьезно атаковать, видимо, Китай. У нас здесь появляется больше свобода майора в этом нарастающем противодействии между США и Китаем. Кроме того, видимо, Трамп будет встречаться с натовскими союзниками и говорить им о том, что США будут сокращать военное финансирование натовских стран и будут ждать от них самих увеличения военного финансирования. Они увеличивать не будут, потому что на самом деле все эти Латвии, Литвы, Эстонии, Польша, Румыния, они все просто нагло врут насчет того, что они боятся российской военной угрозы. Просто лгут. И, конечно, никаких серьезных трат на военные усилия обороны, построение обороны против россияния предпринимать не будут. Конечно, причем американцы с большими деньгами как-то им здесь помогали во всем этом деле, сами тратиться не будут. Поэтому мы должны ожидать снижения напряженности. Кроме того, конечно, мы все надеемся, что Дональд Трамп значительно уменьшит поддержку киевской террористической хунты.